Две самых важных темы. Во-первых, Путин начал расправляться с генералами Шойгу. Самого Тувинского маршала пока не распяли, но уже пропаганда на старте. Сделать из него что-то подобное, что сделали когда-то с Пригожиным. Сначала отбивную, а потом вывнести его дело в архив и никогда не вспоминать. Об этом мы поговорим во второй части этого видео. Она очень любопытна, какие у них там происходят кадровые перестановки. Забегая вперед, скажу, что Путина пропаганда теперь сравнивает с кем? Правильно, с товарищем Сталиным, который расправился с Тухачевским. Потому что у него не было другого выбора. Товарищ верховный главнокомандующий, произошла чудовищная ошибка. Писал товарищ Тухачевский и все остальные писали что-то подобное. Так вот, кто там теперь Тухачевский, это вопрос. Но попахивает непосредственно тувинским дегенератом. Это первый такой важный аспект, который сейчас будоражит информационное пространство. Ну и второй момент, это конечно же война. Это наступление россиян в Харьковской области, и там мы их остановили, кто бы что ни говорил. И об этом свидетельствуют и наши американские союзники, и не только. И нет, как это, никаких успокоительных речей быть не может. Потому что российские захватчики идут вперед. И все-таки, мне кажется, общество должно услышать, были сделаны инженерные сооружения, и какие, и в каком объеме. Что там с минами, да и вообще в нашем случае пора выходить из конвенции о запрещении использования противопехотных мин. У нас в данном жизненном периоде вообще не должно быть каких-либо ограничений на уничтожение российских захватчиков. А то, помнится, мы начинали войну без кассетных боеприпасов, теперь аж Гайн шумит. Летят кассеты, и нет, они Виктора Цоя не играют. Только концерт Кобзона, причем нон-стоп. Еще, конечно же, очень таким тревожным является заявление Кирилла Буданова, начальника разведки, военной разведки, который говорит о том, что возможно наступление, соответственно, на Суму и в Сумскую область. Но, опять же, это не является каким-то секретом для кого-то. Вопрос не в том, что делают россияне и что они планируют делать. Вопрос в том, что делаем мы для того, чтобы российские планы были нереализованы. Ну, мне кажется, это полностью очевидно. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Из такого, что, наверное, важно зацитировать, да, подписывайтесь на канал, потому что мы называем здесь вещи своими именами. Значит, у нас опытный командующий группировкой Харьков, это Михаил Дропатый, армия на месте, боеприпасы уже приехали. Вот это вот важно, что нужно проговорить. И отстрел российских захватчиков продолжается. Значит, цитирую, из сегодняшнего, госдеп США ожидает, нет, еще раз, госдеп США не ожидает серьезных прорывов о России на Харьковщине. И вот по моей информации, что касается непосредственно города Харькова, там вот с укреплениями все или очень хорошо, или значительно лучше, чем в Волчанске. Это тоже нужно понимать, и на большой город никто россиянам не отдаст, чтобы не писали западные СМИ, такие, ого, как страшно. Далее, значит, еще Пентагон. Наступление России в Харьковской области не было неожиданным. Ну и, соответственно, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Синкса рассказывает о том, что они в нас верят, нам помогают и признают, что задержка с поставками вооружений сыграла очень отрицательную роль на поле боя. Но, в целом, американцы эту ситуацию не воспринимают как критичной. Мы видели, как они потеряли часть территории в пользу России, но, знаете, мы уверены в украинцах, мы видим, что они добьются успеха. Подчеркнула Сабрина Синкс. Конечно, все это здорово, но, чтобы усилить заявление Пентагона, к нам сегодня приехал кто? Правильно, Энтони Блинкин, государственный секретарь. И вот, что мне нравится, тоже масса речей, и, понятно, за таким визитом будет и новый пакет военной помощи, все это здорово. Значит, Блинкин, цитирую Ройтерс, надеется послать сильный сигнал успокоения украинцам, который, очевидно, находится в очень сложном положении, сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, путешествующими с Блинкинами. Ну, насчет успокоения я хочу сказать. Энтони, наш дорогой друг, и вообще вся американская администрация, как Госдеп, как Пентагон и другие. И слова это круто. Смотрите, все же очень просто. Нас успокоить можно чем? Сделать так, чтобы российские ФАБы перестали падать на украинские города и украинские позиции. Вот сегодня россияне ударили по Харькову модифицированными авиабомбами. Люди пострадали, разрушены гаражи. К сожалению, не всегда разрушаются только гаражи от падения этих бомб. И сейчас нам на голову они запустили УМПБ. Унифицированный межвидовой планировочный боеприпас. Констатация всего этого очень хорошо. Но нет ответа на вопрос, как сделать так, чтобы оно не падало. Хотя, вот есть опять же такие тренды, что мы найдем военно-техническое решение. Возможно, оно уже найдено. И только сейчас мы на него начинаем его отрабатывать. Что я имею в виду? Вот за последнюю неделю опять появились сообщения о том, что там завалились Су-25, там у полка 52. То есть, какие-то зенитные приблуды у нас появились. Но принципиально вопрос все-таки не решен. И я думаю, что это нужно зафиксировать и сказать честно. Что не все так просто, как нам хотелось. Ну что, значит, Путин отправляется 16 мая в Китай. А в это время в Москве продолжают чистить Министерство обороны. Дело Шойгу понемножечко загоняют в тайгу. И это прикольно. Мне нравится, как они это описывают. Причем, что интересно, пропаганда вот четких таких приказов еще не получила. Ее немножечко покачивает. Они, с одной стороны, немножечко жалеют. Потому что жалеют, потому что Тувинского маршала убрали. Соловьев даже пытается как-то оправдывать и Шойгу, и Тимур Ра Иванова, и его команду. Да-да, он говорит, что не все получалось. Ну, действительно, не все у них получалось. Потому что дворец Путина все-таки пороскошнее, чем у министра обороны и его заместителей. Тут все понятно. Но сейчас из последнего, прямо из постели, прямо топливного взяли генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который до этого был начальником главного управления кадров Министерства обороны России. И уже что? Он уже уехал в соседнюю камеру с Тимуром Ивановым, потому что уже арестован. Генералов просто прессует очень-очень активно. Что тут прикольно. Значит, как задерживали этого Юрия Кузнецова? Значит, в собственной постели. Контрразведчики пришли за генералом во всеоружии и действовали нарочито жестко. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Около пяти часов утра. Ну, по классике, должны в четыре приходить. Но тут пишут пять часов утра, 13 мая. Силовики в балаклавах и с ломами. Вынесли ворота и окна в особняке главного военного кадровика в Истринском районе. Там живет российская элита. Когда-то я там снимал. И редакционная задача звучала таким образом. Рома, поедь и поговори с деревенскими жителями. И было смешно. Потому что деревенские жители там живут в домах не меньше трех этажей. Ну и вообще, Мордор это же столица России. Там все бабло. Это не вам утопленный Орск, где бедненько и мокро. Нет-нет, там все как раз вот понты светятся так, что ого-го. Значит, по словам собеседника, в момент штурма в доме из красного кирпича находился сам Юрий Кузнецов и его жена. Женщина в свое время трудилась в комитете по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, Академии РВСН и других структур Минобороны. И ее мужа буквально вытащили из постели и увезли на допрос. По нашим данным он задержан, а по нашим задержан и уже арестован. Потому что находится где? В Сизоле Фортово. Там, между прочим, в свое время сидели все наши политические узники. А что это значит, дело генералов? Это значит, что Путин, как Сталин, только лучше. Но так, по крайней мере, вещает пропаганда. Так вот, товарищ Сталин тогда упреждал об опасности красного милитаризма. А проклинаемые всеми нынче, опять же в телеграме, ну, конечно, ну, что хотеть-то, господи. Но откуда луганскому слесарю Криму Ворошилову было найти время, чтобы читать и сверяться, что написал Клаузевиц, что утверждал Конфуций, к чему призывал Сунь-Зы? У него не было времени, он занимался строительством вооруженных сил. Да, у него тоже были ошибки. Он построил армию, которая потом завершит войну в Берлине в 1945 году. Он строил ее параллельно с колоссальным рывком советской промышленности. Которые люди типа Тухачевского могли бы взять просто и развалить. Тогда бы непонятно, в каком состоянии мы пришли бы к 1941 году. Ну, понятно, Хрущеву надо было возвеличивать Тухачевского в пику Сталину. Ну, работы Тухачевского же издавались, ну, вы почитайте. Ну, это же такая же невменяемая бредятина. Если с современным Сталином, он же Гитлер, со все-все понятно, тут на эту роль выдвигают исключительно Путина, то кто же Ворошилов и Тухачевский? И кого придется замучить на подвале? Такое впечатление, что Кожугетович новому назначению не очень-то рад. Бьют по его ручищам, которые он за многие годы распустил в Министерстве обороны. Бьют, бьют. И пока делают вид, что будут шерстить только военное ведомство. А Генштаб, который, как и у нас, он отделен в некотором роде, он не пострадает. Но что-то мне подсказывает, что и за Герасимовым тоже придут. Камер хватит на всех. На всех генералов Путина, Шойгу. Диктатор может себе позволить устроить этнические чистки среди генералов. То есть можно, конечно, бесконечно сублимировать. Вот они, гении, которые указывали нам путь в прекрасное завтра. А по факту-то нет. По факту то, что предлагалось, было глупостью. Абсолютной. Вот Сталин это прекраснейшим образом понимал. Да, к сожалению, после его смерти понимание на том и закончилось. То есть глупость предлагает Шойгу и его команда. Не Тимур Иванов и его команда, а Шойгу и его команда. Вот это вот правильно. Вы чувствуете, как изощренно посыпают пепел. Пепел на российских генералов. Все-таки забавно они проводят эти исторические параллели. Значит, Сталин умер. И намек на то, что им они чело, он тоже помрет. И самое интересное, когда Манничелла или своей смертью помрет, или встретится с духом Кирилла Буданова или Василия Малюка и тоже помрет, вся эта компания российских пропагандистов, знаете, что они будут делать? Они будут вылизывать нового фюрера. Ну, просто рефлекс. По-другому они не умеют. Вот Путин, в отличие от дураков в Телеграме, эту историю хорошо понимает. Именно по этой причине туда направляется Белоусов. А предыдущие годы Путин не понимал, но он все равно был гением. Это я всегда к тому, что в таких вопросах за все отвечает глава государства. Это касается всех стран, не только фашистской России, от Соединенных Штатов до нас. Почему? Потому что ключевые такие назначения, они все-таки осуществляются президентом, ну или премьером в зависимости от конституции страны. И тут вот раз, и Путин прозрел. Путин понял, что Шойгу нужно гнать. И все они его очень дружно поддерживают, потому что он технократ, что он умеет считать деньги и так далее. Что еще немного будет вот эта вот фраза звучать там на болотах так. Они же там любят нырять в историю. Они будут говорить всю казну на войну. Так и будет, посмотрите. Если этот тренд в пропаганде будет продолжаться, то знаете что? Значит что генералов будут сажать и сажать. Я считаю, что пора как-то вернуть эту высшую меру у них. Там дискуссия была почему-то в отношении каких-то людей, которых они называют врагами России. Но когда ты тянешь за тот клубочек, гляди, гляди, ниточка тебя приведет самого к этой цели. Давайте. Гуд, Вальдемар. Гуд. И внимание. Как устроен российский рейх? С одной стороны, Путина сравнили со Сталиным. Проходит некоторая пауза. И внимание. Того же Путина начинают сравнивать с кем? Внимание. Ваши версии. Пишите в комментариях. Да, все как всегда. С Адольфом. Не просто Адольфом. А Адольфом Гитлером. Вызов, который стоит сегодня перед государством, по большому счету является абсолютным сколком с тем вызовом, который был перед государством нашим же, не каким-то другим, нашим, в годы Великой Отечественной войны. Вот эти дебилы в телеграме не в состоянии даже Путина хотя бы, я не знаю, с пятого, с десятого раза понять. Вот президент все время говорит о горизонте за тридцатый год. Именно поэтому больше десяти лет на должности держали Шойгу. Но, видите, как не раз, и манипулирует, смотрит в будущее. Значит, мы находимся как в сорок втором году. Между прочим, именно с сорок второго года пошел Ленд-Лиз. И если проводить параллели, то военная помощь оказывается нам. И именно поэтому, кстати, Энтони Блинкен сейчас в Киеве. Будут переговоры с высшими должностными лицами. А накануне тоже прошли очень важные переговоры между Украиной и Соединенными Штатами. Читаем телеграм-канал командующего вооруженными силами Сырского. Значит, прошли переговоры, то, что называется, три на три. Офис президента Украины Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров. И плюс, соответственно, непосредственно Сырский. А с американской стороны Джек Салливан, Ллойд Остин, министр обороны. И глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун. Это не первый раз в таком формате проходят переговоры. Его ценность в чем? Что США, как главный ресипиент военной помощи нам, то есть поставщик, ну, по сути ленд-лиза, хотя называется это другим словом, и объемы, да, я тоже знаю, что недостаточные. И самолетов Советскому Союзу поставили 8 тысяч американцы. А нам пока ни одного не поставили. Но это не значит, что не поставят. Я не про одну единицу сейчас говорю. То есть идет согласование политической позиции и военной. Военные говорят, что нам нужно хуляр снарядов. А политики говорят, ну, хорошо. И, соответственно, принимается политическое решение. Потому что нравится, не нравится, но дело не в том, что НАТО расширяется. А дело в том, что ни в Штатах, ни в Украине, ни хунта. И последнее слово, не за военными. Ну, по-моему, это очевидно. Ну, давайте-ка, вот этот мой любимый момент. Как после ареста генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова, начальника главного управления кадров Минобороны. То есть он вообще-то может расставить шпионов, врагов России на ключевые должности. Вообще в системе Министерства обороны. За что же его подозревают? Неясно. Измена, взятки. Какой-то некачественный генеральский состав пошел. Моё любимое. Путин, Сталин и Адольф. Всё замыкнулось в голове пропагандиста. Для того, чтобы такую систему построить, это стратегия. А не тактика. Это разные понятия. Для того, чтобы эта система была построена, абсолютно все ключевые механизмы нужно привести к общему знаменателю. Как, собственно, это делал Сталин. Да, у него не было ни демократии, ни прав человека. Он в гробу видел либерализм. И у него, если не справлялись, то да, судьба такого человека могла быть печально. Под руководством Сталина. А Путин, он у нас похож на Сталина ещё. Сейчас будет и похож на Гитлера. И поэтому генералов можно ставить к стенке и паковать в камеры. Мест хватит на всех. Все эти стоны по поводу того, что вот, медленно, что-то не так. Ну, а у нас вообще был когда-то в истории по-другому? Ну, вот взять Великую Отечественную войну, нашу национальную идею. Ну, у нас 42-й год был какой? Он был учебный. Это слова товарища Сталина. Но, тем не менее, учились и делали правильные для себя выводы. Конечно, извините, столкнулись с тем, чему не готовились. Любая военная операция – это всегда одно и то же. Извините, а Наполеон, когда сюда пришёл, он что, столкнулся с тем, что ожидал? Да от хрена уши. А фюрер Великогерманского рейха, который, вот, казалось бы, да, мудрейший сын германского народа, всё понимал, всё предусмотрел, чутишко работала, как нюх у собаки. И чего? И через полгода, опа, это мы не проходили, это мы не тралевали. Это нам не тилетили. Не сущность, а сущность Российского рейха, вот она всё-таки вот прёт везде. Значит, эти исторические параллели, соответственно, с Наполеоном и Гитлером, они в чём интересны? В чём у них общее с Гитлером, ой, с Гитлером, с Путиным? Практически не оговорился, да. В том, что, как бы там ни было, но вторглись на тот момент французы. Ну, там всё сложно, как всегда в жизни и в войнах. Но, тем не менее, они шли к Москве. И, соответственно, французы и немцы. А теперь кто хочет добраться до Киева? Ну, современные нацисты. Поэтому в этом хаосе информационном. Очень легко манипулировать нашим общественным мнением. И новости о том, что вот могут пойти наступать на суммы. В них нет ничего хорошего. Тут надо принимать важные решения. Потому что вы же видите, с кем мы имеем дело. Если хотите совсем расстроиться, то я вам скажу, что за суммами сразу Киев. И это тоже ни для кого не секрет. Ну, что можно делать? Бросаться в подучую или ещё что-то. А можно заниматься тем, чтобы минировать и, как результат, уничтожать российских оккупантов. А на этом фоне Путин вздёрнет большее количество генералов. У них уже процесс пошёл. Ну, а по поводу Белоусова много было сказано. И на этом канале в том числе. Для нас это ничего не меняет. Главное самим становиться эффективней. Поэтому подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. И аксиома здесь проста. Украина была, есть и будет. И это аксиома базируется на украинском солдате. На вооружённых силах Украины. Ну, всё же просто. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok